Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Продолжаем играть в различные андроиды игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы будем проходить испытания на секторе Триборга уже на втором уровне сложности. Только бронза, только серебро и бронза, только серебряный, только мастера одиноборств и только золотой или алмазный цепь Zero. Такие требования у нас для башен. Так, секунду, я кое-что сделаю сейчас быстренько. Так, буквально пару секунд, всё. Так, и надо теперь загрузить предустановочку первого нашего отряда. А это будет у нас отряд Челлендж 1. Да, подтвердить, конечно. Ну и опять же, будем скипать с вами лишние бои. Будем играть с вами только бои номер 4, 8 и 12 в первых четырёх башнях. А последнюю башню уже будем проходить полностью. Поехали. Тёмная магия, первое ограничение. Ничего, в принципе, сложного. Я думаю, не предстоит перед нами. Итак, поехали. Сразу наваляем линквея. Сержант выходит. Ну, смотрите, здесь они уже такие, знаете, достаточно толстенькие. Уже не отваливаются от первых ударов. Он умер ещё до того, как я мини-игру прошёл. Опять этот баг. Он иногда встречается, что урон наносится раньше, чем заканчивается мини-игра, и при этом урон наносится минимальный. То есть, как будто вы не набивали процент в мини-игре. Этим этот баг мне и не нравится, на самом деле. Давайте скипать с вами следующие бои. Нас интересует пятый, шестой, седьмой бои. Нас интересует восьмой бой в этой башне и двенадцатый. Такие уже, знаете, более-менее жирненькие персонажики идут в противниках. По три тысячи с половиной практически здоровье уже у них. А всё ещё достаточно тонкие, чтобы разваливаться от моих ударов. Так, сразу заваливаем тогда сержанта. Минус идёт. Дальше блокируем с ящера, добиваем ящера. Честь из одного комбо. Ага, тут случайная замена. Я хотел первый спецприём использовать, но мне не дали это сделать, потому что, видимо, должна была произойти замена в этот момент. Так бы, наверное, сейчас бы красиво закончил через первый спецприём. Игра сказала, нет! И мы не дадим тебе так долго играть одним персонажем. Получаем небольшую награду. Наша сумма всё ещё колеблется около пяти миллионов. Но нет, в этот раз она не смогла подняться на пять снова. Поэтому дальше уже пойдём только в минус по голде. Так, скипаем ещё пару боёв. Нас интересует с вами здесь только двенадцатый бой. Нифига себе здесь стоимость за скип первой башни даже уже идёт. По пятнадцать тысяч просто за бой. Так, против нас ящерка. Ящерка так ящерка. Давайте мы от него быстренько избавимся. Ну как быстренько, по возможности. Ну да, здесь они уже действительно достаточно жирненькие такие противники. Но всё ещё не выдерживают даже первой спецухи в блок. Да и от обычных ударов очень много урона по ним проходит. Поэтому как бы первую башню мы прошли без особых трудностей. Как обычно. Получаем косарь триста. Ещё сейчас нам насыпят где-то тысяч двенадцать или шестнадцать. Вроде шестнадцать, если я не ошибаюсь. Должны насыпать нам по голде. За прохождение первой башни до шестнадцать кусков. Замечательно. Один один четыре девяносто семь. Переходим с вами ко второй башне. Бронза-серебро. Здесь уже можно использовать предустановку номер два. Именно челлендж два. Какого чёрта? Я вообще не понимаю, как выбралась другая абсолютно башня. И типа изменение имени. Ну ладно. Так, теперь мы скипаем с вами собственно первые три боя, как обычно. И переходим с вами к бою номер четыре. Сержант-солдат Девора. Окей, поехали. Легко развалим этих парнишек и девчат. Поэтому тут, я думаю, трудностей никаких не будет. Минус раз. Минус два. Ну и минус три. В принципе, изи-бризи. Да-да-да, победка очередная. Хорошо. Получаем небольшую сумму по голде за прохождение к бою с ограничением во второй башне. Ну и так будет, в принципе, тут за каждый бой с ограничением со второй башней. В том числе и за двенадцатый. Но там, нам там докинут достаточно неплохо по голде за двенадцатый бой. По-моему, в районе тридцати двух тысяч или что-то в этом духе. По-моему, тридцать две. На самом деле, для новичков, которые только начинают играть в игру, Ну вот, награды за прохождение чисто первых двух башен по монетам идут очень жирно. И немного паков могут открыть на эти награды. То есть там, грубо говоря, можно открыть два-три, как минимум, пака с этими, с серебряными персонажами. Чисто за прохождение только одной сложности первых двух башен. А еще можно ведь получить монеты за прохождение третьей башни, за четвертой, за восьмой бои. И при этом еще за обычные бои получать кучу монет. То есть там можно в итоге при прохождении только одной части испытания порядка получается двух-трех паков купить. Это только за одну часть испытания. Ну, три, я думаю, как минимум даже. Может быть, даже четыре пака можно купить. А пока мы давайте скипать будем дальше. Тут я заговорился немного. В общем, для новичков фармить испытания на самом деле очень выгодно. Конечно, вам не стоит пропускать бои ни в коем случае. Это я делаю, потому что мне просто с голду некуда девать больше. У меня уже давным все вкачано, вы это не делаете. Вы так не пропускаете, если у вас нету всех серебряных персонажей, не прокачаны все спецприемы у всех золотых персонажей, как у меня. Я у алмазных в том числе. Я уж не говорю про серебряных и про бронзовых персов. Так, погнали, разберемся с сержантом для начала. И хорошо. Теперь добиваем Джакса. Остается Они. Кстати, у него метка смерти. Он на 5% больше урона теперь от моих атак получает, но... Не особо, конечно, мне это помогает, но, типа, пусть будет. Так, прошли с вами первые две башенки. Теперь будем переходить уже к третьей. Получим только с винограду в виде 32 тысяч монет. Да, сюда. Вот в чем я и говорил, достаточно много по голде. Только серебряные персы, поехали дальше. Только серебряные, так только серебряные. Как скажете. Давайте мы загрузим здесь предустановочку последнюю. Это именно челлендж 3 для прохождения. И будем скипать, опять же, первый, второй, третий бои. Будем играть четвертый, восьмой и двенадцатый. Еще две башни. Нам нужно будет так сделать. Так, пропустить, пропустить. Четвертый, главное, здесь случайно не пропустить. Хотя нет, здесь еще не важно пропустить. Главное, в четвертой башне не пропустить. Потому что если вы за голду пропустите четвертый и восьмой бой в четвертой башне, то вам не дадут души, которые даются за эти бои. Это, по-моему, единственные два боя, четвертый и восьмой в четвертой башне, которые в наград дают души за... А, нет, подождите, еще в последней башне дается за пятой и за десятой, вроде бы, души. Ну, в пятой башне, как бы, их нельзя и пропускать. Ну, то есть, можно, но ты потратишь больше душ, чем получишь за... А, пропуск. Добиваем. Изи-бризи. Так, сюдой, сюдой, все ко мне. Это все мое. Берите, берите, это все можно забрать. Такой рофельный момент был в одном аниме. Так, погнали дальше. Там, по-моему, знаете, был этот... Как его называются? Штаб был у одного чувака в пустыне. Где он кучу всяких этих вещей заимел. Сделал настоящее себе подземное сооружение. Кучу туда всего привез, принес, типа... Не знаю, там, ванны поставил, там, мебель какую-то. Весь мир лежит в руинах, блин, в пустыне, все. А он туда, короче, притащил вот этого всего. Вот. А потом один раз его, как бы, нашли другие люди. Всякие разные. Этот штаб. И такие, берите, берите, это все можно забрать. А он в отключке валялся все это время. Это было забавно. О, так, хорошо. Так, получаем еще 11200. Это последняя, вроде, по голде награда в этой башне. За 12-й, боже, нам должны насыпать душ. У нас тут даже энергии, по сути, хватает не на один, а на два боя у персонажей. Так, требования к персонажу. Восстановление Кенши, Соня, Котталь, поехали. Так, вроде финалочка, да, у нас стоит сейчас на краю. Сразу добиваем Котталькана. Нифига себе он толстый. Как ты выжил вообще? А, ну у них это восстановление еще постепенное здоровье есть. Да как я не попал между блока? Ладно, неважно. Он может выжить, потому что он закрылся блоком. Да, как я и думал. Чуть всего жирные здесь, конечно, парни. На последнем бою были реально жесткие чуваки. Не для меня, конечно, но просто сами по себе жесткие. Для новичка какого-то с этим откилом еще будет справиться весьма проблематично, если у него нету прокаченных персов. Так, получаем небольшую награду в виде 46 душ. Ну и, кстати, как сказать, небольшую достаточно много на самом деле. В вашем отряде должен быть только мастера единоборств, четвертая башенка. Ну, поехали. Так, здесь я возьму, короче, загружаем предустановку. Нет, не загружаем предустановочку, нажимаем изменить. А здесь нам уже не понадобится, в принципе, фильтр на серебряных и бронзовых персов. Нам понадобится здесь только скорпион классический. Ну и также, допустим, те же... Кого я там брал-то, я уже забыл. Габала и Смока, ой, Смока и этого, и Тремора. Вот, пойдем сейчас за этот отряд, опять же, в то же самое бои. То есть, четвертый, восьмой и двенадцатый. Это последнюю башню, в которой мы скипаем бои. Последнюю нам придется проходить башню уже полностью. Потому что там скипы стоят души. Так, ну а пока отправляемся скипать бои. И после этого в четвертый бой. Вот именно в этой башне, как я и говорил, нельзя скипать четвертый и восьмой бои. Иначе вы просто не получите души, которые дают за прохождение этих боев. Я уже проверял на собственном опыте. Я пожертвовал как-то с душами и скипнул бой, чтобы проверить. Дадут ли мне души, если я скипнул бой за монеты? И как оказалось, нет, нифига мне не дадут души. Давайте здесь первый спецприем заюзы. О, он добивает что ли? Серьезно? Я думал на это будет, как его? Чисто пробивать через блок и притягивать к себе. Ну, они, видимо, пофиксили, но это на самом деле странно. Мне кажется, он должен именно реально притягивать и не добивать первым спецприемом скорпиона. Он классический. А они прям сделали так, что он теперь реально добивает. Так, ну, пятый бой мне опять же неинтересен. Чуть было не нажал сейчас в бой. Знаете, привычка уже такая, просто нажимать в бой, когда играешь на старшем боге. Там же я не скипаю обычно последние две башни. Я там постоянно играть, играть, нажимаю в бой, в бой, в бой. И когда играю в выживании, тоже постоянно нажимаешь в бой. Когда ты проходишь бои в режиме битвы, нажимаешь в бой. Когда ты проходишь эти... В башне шалкана, ты тоже нажимаешь в бой. Когда ты в башне холодной войны завершаешь бои, ты нажимаешь в бой. Я, знаете, уже на автомате иногда рука просто дергается нажать в бой, в бой, в бой. И как бы... Можно так случайно лишний бой сыграть. Так, ну поехали, разберемся с... Котальканом. Коттолгахан! Так, ну да, у него первый спецприем был за Коттоле, как раз таки в его команде. Это повелитель дождь Ермак, он получает шкафу силы за присутствие в своей команде персонажей из внешнего мира. Да реально, он сейчас просто добивает первым спецприемом. Скорпион классический. Они реально сделали такую механику? Это ж щиты какие-то. Это он... Они еще усилили и так сильного персонажа. Зачем? Мне так не нравилось, что этот персонаж был слишком перекачанным. Как по мне, сейчас он еще и добивает. То есть, если у противника тупо не работает Костяной щит или Бессмертие, то это, получается, он убивает первым спецприемом. Неважно, блок вы ставите, не ставите вы блок. Это же вообще жопа какая-то теперь будет в Войнах Фракции. С этим засранцем. Так, ну поехали. Раньше, знаете, хотя бы просто он притягивал, типа и не добивал. Но сейчас это вообще жопа. То есть, если наносится урон, который снимает все здоровье, то все, вы теряете перса своего. Обидно даже как-то. Прикиньте, вы этого классического Скорпиона в Войнах Фракции встретите. На выживании. С кучей обмундирования, увеличение урона открыто. И при этом... Да. И он еще будет стоять не первым, к примеру, да. И очень быстро использует против вас свой первый спецприем. А вы, допустим, у вас фуловая алмазка десятого слияния. Вы такие пытаетесь, да, поставить блок. А Скорпион такой, да, мне настрать. И просто убивает вас. Вашего алмазного перса убивает с одной тычки вот такого летящего куна. И все, вы проиграли. Точнее, не проиграли, а потеряли перса выживания. Это будет гореть будет у меня, наверное, от этого, если такое будет происходить в Войнах Фракции. Надо бы держать ухо востров с этим Скорпионом и давать ему возможности использовать первый спецприем. По возможности, естественно. Так, ну открываем наборчик, смотрим, что выпадет. Пожалуйста, дайте еще одну карту поддержки. Нет, не дали ничего, к сожалению. Ну дали точнее, но она уже фуловая. Мне такая не нужна, мне нужна не фуловая. Так, ну у нас остается, в принципе, пройти вторую башню. Ой, последнюю. Чего ты, какую вторую? Пятую башню. Вашим отряд должен быть золотой или алмазный Саб-Зиро. Так что поехали. Ну, для этой башни нам понадобится создать пять отрядов, в принципе. Так, и для начала, я думаю, мы возьмем с вами алмазного Саб-Зиро. Ой, да, алмазного, все правильно. Саб-Зиро, или подождите, или я за классического еще не играл, я не помню. Нет, кущенебу-то я за классического не играл еще. Но меня может подвести, моя интуиция. Да, я не играл за него, хорошо. Так, ставим его тогда сюда. Также хотелось бы взять какого-нибудь из персов, типа, ну, даже не знаю. Давайте Скарлетт возьмем, МК-11. И в качестве основного дамагера у нас будет выступать какая-нибудь алмазка. Давайте будем играть за Скорпиона точно, за Шалкана точно, за Рейдена точно. А это уже три перса у нас получается. За Скорпиона Холодную Войну точно сыграем. Четыре. Ну и за пятого, допустим, сыграем за... Ну, может, Саб-Зиро, либо за Рептилию. Давайте я сыграю все-таки за Рептилию, наверное. Начнем, как обычно, с Скорпиона Холодной Войны, ибо он самый слабый у нас, грубо говоря. Почему так? Хотя он тоже десятво слияние, и тоже алмазный перс. Поехали в бой. Чисто 50 душ там вроде стоил пропуском его первого боя, да, в этой башне. Нормальные такие расценочки у вас. Интересно, а сколько всего требуется душ, чтобы скипнуть все башни на первом, на втором и на третьем уровне сложности? И главное, зачем, да? Так, на, получай. Минус два. Вот, а этот Скорпион, видите ли, почему-то не добивает, хотя он алмазный. Первым спецприемом. Вы зачем добавили возможность пробития, добивания первым спецприемом Скорпиону Классическому? Который должен, по сути, притягивать, вешать кровотечение и наносить критический урон с первого спецприема. Но другие Скорпионы, видите ли, не могут первым спецприемом добить. Хотя тоже кидают кунай, тоже сносят все здоровье противнику, но не добивают. Зачем делать классического Скорпиона настолько жестким? Он и так, блин, у него боевка идеальна. У него урон бешеный от первого спецприема. Они еще ему усилили этот спецприем. Зачем? Спрашивается. Могли бы и не усилять еще сильнее. Так, на, получай. Нормальная боевка, в принципе, у Скорпа более-менее. Не идеальная, конечно, но неплохая. Пойдет. В отряде Холодной войны, я думаю, он себя лучше всего бы показывал. Ну, а отряд Холодной войны еще собрать надо. То есть, у меня только один перст пока десятого слияния из отряда Холодной войны. Это именно Скорпион. Девятого слияния уже Соня Блэйд Холодной войны. Не так давно выпало мне за башню, за двухсотый бой. Осталось еще одно слияние для Сони Холодной войны. И десять слияний для Скарлетт Холодной войны. И примерно для Саб-Зиро еще осталось четыре слияния. Он у меня еще с шестого слияния. Так что еще собирать и собирать, на самом деле. Так, давайте Бога Солнца быстренько вынесем. Ау, неприятное. Так, на, просто с ноги! Нифига себе урона, кстати, нормально вообще. О, притягиваем его к себе. Ну, иди сюда. Вот почему не так действует первый спецприем Скорпиона? Ну, должен же так действовать по логике вещей. Нет, блин, он добивает. Хотя должен притягивать. Так, ну ладно. Поехали дальше. Заменим сейчас других персов, поставим себе. Теперь у нас будет в качестве основного дамагера Рептилия Классик. И я еще хотел взять Сабыча. У нас, по-моему, только один Саб-Зиро остался. Это МК-11. Остальных я вроде бы всех заюзал уже. Если я не ошибаюсь. Саб-Зиро Триборг не подойдет, к сожалению, да. А использовал ли я алмазного Саб-Зиро? Вот это меня еще волнует вопрос. Ну, вроде бы да. Но проверить как бы заранее не помешает. Да, использовал. Хорошо. Так, забыл, забыл поменять еще одного перса. Сейчас сделаем. Так, ну давайте поставим сюда. Я даже не знаю кого. Давайте еще одну Скарлетт. Пусть будет. Вообще можно вот так вот сыграть, кстати, на самом деле. Но я хочу все-таки за Рептилия. Поехали. Господи, что на улице происходит? Что за говно там слушают? Они музыку, это просто жесть какая-то. Так, ну поехали дальше. Сразу отправляем шарик Джаксу. Блин, благо это Криоманта, а не Великий Мастер. Просто Великий Мастер воскрешается, его надо добивать еще. Что, не хватило тебе накопить на спецприем 1, да? Минус еще один, хорошо. Следующий, следующий противник, пожалуйста. Следующим противником у нас выступает Котт, Линджасти, Скорпион и Фокус со шляпой Кун Лао. Ну поехали. Так. Наконец-то не отпустил, точнее, наоборот, блок, а не поставил, хотел сказать, я. Так. Блин, ну вот одного удара не хватило мне. О, да, детка. Иди сюда. Да. Ну и давайте чисто по приколу так убьем, раз уж не сменились. Сменили Перса. Бедный Скорпион, как всего? Яренес сколько всего. Поехали дальше. Вообще надо было за Скарлетт добить, но мне сменили Перса, поэтому я не смог нанести финальный удар. Так, следующий бой реловки рептилий, Китана Скорбной и Кенши, то ли мастер баланса, то ли одержимый, но по-моему мастер баланса. Так, ну поехали. Прикольно, что второй комбо они почти никогда не блокируют. Да, это мастер баланса, не знаю, откуда у него истощение взялось сейчас. А, из-за заморозки Саб-Зиро, точно. Я забыл, что у меня МК-1 Сабыч в команде имеется. Так, ну это, собственно, победка. Двигаем дальше. Сейчас мы, чтобы сэкономить себе немножко душ, будем брать себе в отряд других Саб-Зиро. И, как бы, да. Давайте Шансуна возьмем. Возьмем также этого, как он называется, это... Следующего атакующего персонажа. У нас еще надо сыграть, по-моему, за трех персов. Это у нас Рейден, МК-11, Скорпион и Шелкан. Начнем, естественно, с Рейдена. Также нам понадобится взять сейчас Сабыча в отряд. Самого слабого Сабыча у нас-то назовут Круготени. Это у нас Саб-Зиро Круготени. Так, ну и мне не хватает, к сожалению, на два боя. Ни энергии Шансунга, ни Саб-Зиро. Ну, хотя бы по одному сыграем, потом уже восстановится энергия. Еще раз сыграем, почему бы нет. Часть душ все равно мы с вами сэкономим. Но, возможно, одну или две души придется потратить. А может быть и нет. Ну, одну, я думаю, точно придется потратить. Ибо у нас всего получается шесть Саб-Зиро. И только у двух из них была энергия. Добиваем одержимого через длинную комбинацию Рейдуна. Ну и дальше через первый спецприем добиваем уже через блокбрейкер. Пробой блока, точнее. Дискуссия окончена, окончена. Дискуссия, дискуссия подошла к концу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, Шансунга восстановил синергию. Вот у Саб-Зиро почему-то нет, как-то странно. Давайте мы тогда возьмем здесь с вами другого Сабыча. Следующего поселия. Это у нас Криомант. Поехали в бой. Я добавляю в отряд персов, которых нету фулл энергии. Типа Шансунга, чтобы им подвиги прокачивались. Так что это не просто так я его добавил. Потому что, как бы, я понимаю, что у него не полная энергия. Мне придется его заменять на кого-то в третий раз. Но хотя бы хоть сколько-то. Он просторжается в бою и, типа, хоть сколько-то повысит себе подвиги за прохождение матчей в испытаниях. Минус раз. О, ты даже не заблокировал. Сочувствую. Сейчас выйдет полумертвый Сабзи... Ну, хотя не совсем полумертвый. На, просто! 57 тысяч урона. Ну, такой себе, конечно, без снаряги. Но пойдет. С пывом покатить! Так, нужно заменить опять отряд в очередной раз. Давайте возьмем следующий Вайсабычей. Кто там у нас следующий был? Я уже не помню. А, Великий Мастер. Здравствуйте, Великий Мастер. Давайте идите сюда. Вместо Шансунга теперь пойдет Скарли в Холодной Войны. Тоже подвиги будет прокачивать себе. Ну и последний бой отыгрываем сейчас за Рейдену Инджестис. Дальше ставим себе в отряд уже другого. И Сабзеро, и дамагера. Дамагером у нас будет Скорпионом К-11 выступать. Продолжение следует... Нифига себе, 14 тысяч, что я выбил. Так, ну и Джонни Кейджа добиваем через первую спецуху. Так, ну за Рейден мы с вами отыграли нужное количество боев. Теперь пойдем играть за Скорпиона МК-11. Так, изменить отряд в очередной раз. Ставим себе в отряд следующего из Сабзир. Ну, Креманта уже восстановил старый энергии, но я его потом поставлю. Для начала давайте используем других Сабзир, у которых тоже восстановилась энергия или нет еще. Сейчас посмотрим. Да, у нас есть сейчас Сабзир у Холодной Войны, у которого еще энергия восстановилась. И вроде все пока, да? Давайте возьмем тогда, получается, в качестве дамагера, как я и говорил, Скорпиона МК-11. Восстановилась энергия уже в Скарле? Да, отлично. Восстановилась энергия. Если восстановилось, это хорошо. Тик, поехали. Так, немножко накостылял нам Джонни Кейдж, но это, в принципе, не страшно. Добиваем Рейдена. Изи-бризи. Надес. Так, следующий. Мне нужно свежее мясо. Так, изменить в очередной раз. Давайте еще прокачаем, я не знаю, там какого-нибудь терминатора. Так, для начала Саб-Зиро. Теперь давайте с другой стороны уже добавлять Сабыча и опять же заново. То есть сначала у нас пойдет опять тот же самый Саб-Зиро Круготени. А в качестве дополнительного бойца я бы взял терминатора-защитника, наверное. На пару боев ему хватит энергии? Нет, на пару не хватит, к сожалению. Но на сколько хватит? Насколько хватит боев, столько и сыграем с вами. Я не думаю, что мне хватит этих еще на три боя, поэтому одну душу я, наверное, все-таки потрачу. Потому что у меня такое ощущение, что у Саб-Зиро, у других просто не успеет восстановиться три единицы энергии. Еще трех человек. За то время. Давайте мы вот так сделаем. Добьем этого первым спецприемом, этого еще влетит второй. Добиваем с обычного удара. Ну и шинока забиваем чисто обычными тычками. Быстро достаточно. Какие-то хеленькие тут противники, на самом деле. Вроде бы вторая сложность, вроде бы должны быть посерьезнее противники, но они что-то слабоватые какие-то. Какие-то слабоватые, реально. Так, и нам нужно последний отряд сформировать. Ну давайте возьмем сюда смоука, наверное. Или тремора. Ну давайте смоука возьмем. Пусть будет смоук. И еще хотелось бы взять Саб-Зиро. Саб-Зиро у нас криоман следующий. Восстановилась у него хотя бы энергия? Да, у него уже восстановилась, окей. Но вот у других Саб-Зиро, скорее всего, уже не восстановилась. И придется, типа, использовать душу одну. Ну, типа, я не против, окей? Так. Почему бы, как говорится, и нет? Эта тварь сейчас будет два раза воскрешаться, конечно. Там еще и Саб-Зиро великий мастер у них, который тоже будет воскрешаться после смерти. Так, добиваем его через первый спецприем. Затем часть первого спецприема еще летит в Саб-Зиро великого мастера. Добиваем его второй раз. Ну и как бы изи-бризи. Нам осталось чисто завершить с вами три боя. Надо сейчас подготовить финальный отряд. Сейчас я его быстренько поставлю, и мы пойдем с вами дальше. Я придумал, какую я выберу сборочку. Так вот у нас, собственно, выглядит финальный отряд. Здесь Шаукан с Китана Скорбная и Саб-Зиро, которому я за одну душу восстановил энергию. У Шаукана стоит следующая сборка. Именно Молот Гнева, Кравовый Томагавк, Шлем Шаукана и Рука Терминатора. Четыре предмета. Рука Терминатора будет нам сокращать расход силы на второй спецприем в два раза. Кравовый Томагавк и Молот Гнева дадут по одной шкале силы. И сочетание Молота вместе с Шлемом дадут еще одну шкалу силы. Плюс дают дополнительное деление на шкале силы, четвертое. И Китана Скорбная это деление заполняет своей пассивкой, тоже дающей одну дополнительную шкалу силы. Поэтому у нас с самого старта боя будет по четыре шкалы силы. Прикольно ведь? И Триборгов мы убьем достаточно забавным способом. Я покажу вам потом каким. Так, Кудзинь Шаолинь, пронизывающий Милена, классика Саб-Зиро. Последний бой с командой противника. Ну, на самом деле босс-то тоже будет командный. То есть у него тоже будет три Триборга участвовать в отряде. Типа это может быть интересно. Но я сделал такую сборочку не зря. И покажу вам, собственно, как мы разберемся с Триборгами. Пока что просто всех выносим первыми спецприемами. Не вижу смысла здесь использовать второй. Он дольше по анимации. При этом, как бы, ну не нужен мне дополнительный урон от второго спецприема. Если и так, в принципе, урона более чем хватает на этих пацанов. От первого спецприема. Первый быстрее по анимации, быстрее заканчивается. Так что здесь второй абсолютно не нужен. Итак, у нас, собственно, три Триборга. Это Сектор, это Смоук и это Сайрекс. У всех имеется по 33 200, 25 800 и 70 800 здоровья. Атака 13 900, 13 375 и 8 265. Сайрекс, Смоук и Сектор сливаются, чтобы стать боссом Триборга. Ну, поехали. И теперь смотрите, как мы их будем убивать. Это будет сейчас прикольно. Теперь вы поймёте, зачем я добавил Скорбную Китану и зачем я использовал такую сборку на Шаокане. По... С тем, чтобы иметь, в самом начале, 4 шкалы деления силы. Вот здесь уже некоторые из Триборгов могут выдержать первый спецприём, особенно если его заблокируют. Поэтому мы просто будем использовать второй. Смотрите, 59, он уже умирает, как бы. Выходит второй Триборг, мы ещё используем второй спецприём. Добиваем второго Триборга и у нас ещё остается второй спецприём. Мы просто используем даже на Сайрекса, самого жирного из Триборгов. Спецприём, тут смертельный удар работает. Ещё, как бы, там 270 тысяч урона, даже больше, чем 275 или 280 даже где-то вылетело на последнего Триборга дамеджа. Ну и как бы изи-бризи, вот так вот это и работает. Именно для этого я и поставил такую снарягу, чтобы три раза использовать второй спецприём подряд. Это офигенно. В общем-то, получаем тогда сами уже финальные награды за прохождение всей башни 65 душ. За прохождение испытания броня Триборга и, собственно, сам Триборг, 54 души и 27 тысяч монет. Итого у нас 701 душа и 466 ляма по голде. Великолепно! Вы прошли испытание на высоком уровне сложности. Вы сильнее, чем ожидалось. Теперь вас ждёт испытание на уровне сложности старший бог, который могут пройти лишь избранные. Достойны ли вы? Давайте посмотрим. Только золотые алмазные персы. В вашем отряде должны быть Саб-Зиро и Кано. Интересно. Только персонажи из внешнего мира. Кстати, опять же, нам разрешат тогда, получается, использовать Шаукана. И в вашем отряде должны быть Саб-Зиро и Кано для последней башни. Опять же, во второй башне, опять же, можно использовать Шаукана. Это интересненько. Ну ладно, в общем-то, на этом тогда я буду пока с вами прощаться. Вам тогда огромное спасибо за просмотр. Это испытание мы уже пройдём в следующий раз. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы ещё увидимся. На этом пока что всё. И пока-пока.